Привет, друзья! С вами снова я, Оля Букатая и Гномик Гоша. И мы рады видеть вас в проекте «Живая книга». Друзья, а любите ли вы фантазировать? А рисовать? Если да, это здорово. Ведь при помощи рисования, фантазии и творчества можно создавать миры и отправляться в путешествия, как это сделала девочка Маша из книги «Бумажные герои» Кира Булычева. Давайте отправимся в эту историю. Бумажные герои Кир Булычев. Летом Маша жила в доме, вокруг которого был сад, а за садом начинался темный лес. Как-то бабушка подарила Маше красную бусинку. Бусинка была маленькая, и надо было держать осторожно, чтобы не потерять. Маша вышла в сад посмотреть сквозь бусинку на солнце, а солнце в бусинке не поместилось. Хотела Маша вернуться домой, но нечаянно уронила бусинку. Нагнулась? Нет нигде бусинки, пропала в траве. Искала ее Маша, искала, даже на коленке вставала, траву ручками раздвигала, все равно не нашла. Только нос с землей перепачкала. Что делать? Жалко бусинку. Вернулась Маша домой и думает. Я не могу бусинку отыскать, потому что я большая, а бусинка маленькая. Если бы я была маленькая, я бы ее нашла. Взяла Маша листок бумаги и нарисовала на нем маленького человечка. Ножки тонкие, ручки тонкие, голова круглые и две точки глаза. А чтобы рот нарисовать, места не осталось. Отнесла Маша человечка в сад, поставила в траву и сказала. Поищи, пожалуйста, красную бусинку. Человечек сразу пошел искать бусинку. Он шел по траве, словно по лесу, а песчинки были для него, как камни. Прошел человечек немного, вдруг навстречу ему рогатый жук. Ростом больше человечка. Увидел человечка и спрашивает. Что здесь делаешь? Я тебя не знаю. А человечек ответить не может. У него рта нет, не поместился на лице. Жук страшно рассердился. Не хочешь со мной разговаривать? Не уважаешь? Тогда я тебя разорву. Но человечек не испугался. Он поднял с земли сухую сосновую иголку, выставил вперед перед собой, как копье, и стал защищаться. Увидела Маша, что маленькому человечку плохо приходится. Поспешила домой, взяла лист бумаги и нарисовала на нем человечка побольше. Отнесла его в сад и сказала. Рогатый жук напал на моего маленького друга! Спаси его! А потом вместе поищите бусинку! Опустила она человечка побольше в траву, а он ростом в травинку. Маленький человечек уже устал с жуком сражаться. Тонкие ножки подгибаются, тонкие ручки дрожат, вот-вот упадет. Человечек побольше схватил земли сучок, замахнулся на жука и, как закричит, «Оставь покоя моего маленького друга!» «Я пошутил!» Ответил жук, спрятал рога и задом наперед убежал в свою нору. Пошли два человечка вместе бусинку искать. Вдруг шлеп-шлеп, настричь им лягушка прыгает. «Вы что вы здесь делаете?» Спросила лягушка. «Зачем траву гнете?» «Уходите сейчас же!» «Мы никому не мешаем, мы бусинку нещим!» Сказал человечек побольше. «Я что сказала?» «Уходите, а то я вас ела!» Подхватил маленький человечек сосновую иголку. Человечек побольше сучок взял. Встали они рядом и стали сражаться с лягушкой. Открыла рот лягушка, чтобы их проглотить. А человечек побольше, как стукнет ее по носу сучком. Лягушка рассердилась и квакнула. «А ты с ума сошел? Мне же больно! Я вам отопщу!» Испугалась Маша за своих друзей. Побежала домой, взяла новый лист бумаги и нарисовала на нем большого человечка во весь лист. Потом подумала, надо человечку оружие дать. Дала ему карандаш, выбежала в сад и говорит. «Беги скорее, помоги моим друзьям, а потом вместе поищем бусинку». Большой человечек увидел, что его маленькие друзья с лягушкой сражаются. Замокнулся карандашом и побежал к лягушке. Лягушка увидела его и закричала. «Ух, мы так не договаривались!» И шлеп-шлепнул, утек, в лужу спряталась. Одни глаза наружу. Пошли человечки втроем бусинку искать. Первым бусинку маленький человечек увидел. Подошел к ней, обхватил ручками, а поднять не может. Такая она для него тяжелая. Тогда человечек побольше пришел к нему на подмогу. Поднял бусинку и на плечо положил. Только они собирались домой идти, как из леса выбежала лиса. Увидела человечков и к ним. «Что вы здесь делаете?» Спросила она. Маленький человечек молчит, у него рта нет. А человечек побольше отвечает. «Мы никому не мешаем! Мы бусинку искали! Вот она!» Увидела лиса бусинку и говорит. «Ах, какая красивая бусинка! Отдайте ее мне! Вы не представляете, как я люблю эту бусинку!» Тут подошел к ним большой человечек и сказал. «И не мечтай! Это не твоя бусинка! Мы ее в машине несем!» «И если не отдадите, то придется мне всех вас на кусочки разрывать, потому что вы бумажные!» Стали тогда три человечка в ряд. Маленький с сосновой иголкой, человечек побольше с сучком и большой человечек с карандашом. И стали защищать бусинку от лисы. Видит большой человечек, что дело плохо. И закричал он своим друзьям. «Бегите скорее к Маше! Отдайте ей бусинку! Я задержу лису!» Побежали его друзья к Маше. Продираются сквозь траву. Спешат, потому что слабеет в бою человечек с карандашом. А Маша сначала в дом побежала. Хотела нарисовать громадного человека, но нет у нее такого большого листа бумаги. Тогда она подхватила лопатку и сама бросилась на помощь. Увидела лиса, что Маша бежит, и закричала. «Я не люблю бусинку! Меня здесь не было!» Поджала рыжий хвост и побежала. Вернулись все человеки домой. Маша бусинку спрятала в короб, села за стол и нарисовала для человечков дом с окнами, дверью, крышей и трубой на крыше, чтобы жили в нем человечки и никого не боялись. Ушли человечки в свой нарисованный дом, закрыли за собой дверь, а потом из трубы нарисованный дым пошел. Значит, человечки себе обед готовят. Тогда и Маша пошла обедать. Нарисуйте и вы своих человечков! А теперь и вы создайте дома настоящих бумажных героев. Нарисуйте их, вырежьте и оживите. И разыграйте настоящую историю с бумажными героями. А если вы их вышлите нам, нам будет очень приятно. Ну а мы прощаемся с Гошей. До новых встреч! Пока-пока!